Друзья, всем привет! С вами канал Observer. Меня зовут Артём. И сегодня у нас на обзоре новинка от Казанского оптикомеханического завода, а именно бинокли КОМС БПЦ в обновленной расцветке камуфляж. Поехали! Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас уже большое количество интереснейших видеороликов на тему оптических приборов, но в дальнейшем их будет только больше. Итак, друзья, новинка от Казанского оптикомеханического завода, а именно обновленная линейка всем известных биноклей КОМС БПЦ. А что же здесь нового, друзья? А это новая расцветка из линейки камуфляж. В двух вариантах она представлена. Это либо Хантер, либо, как в нашем случае, Пиксель. Что же, друзья, давайте же переместимся к данному биноклю поближе. А непосредственным героем сегодняшнего обзора у нас будет бинокль БПЦ 5.8х30 камуфляж Пиксель. И посмотрим, чем же данные модели отличаются от всем знакомых традиционных черных биноклей БПЦ КОМС. Поехали! Итак, перед нами бинокль БПЦ 5.8х30М в расцветке камуфляж Пиксель. Напомним, что в данной линейке содержится также расцветка камуфляж Хантер, которая имеет большее количество цветов, более светлый оттенок, ну и больше похожа на всем привычную нам расцветку Хаки. Также в линейке камуфляж был и еще один вариант расцветки, который назывался СНЕГ. Расцветка, естественно, белого цвета, подходящая для наблюдений в зимнее время года. Но, к сожалению, по тем или иным причинам на данный момент эти модели не производятся. По большому счету, друзья, данные бинокли практически идентичны своим предшественникам, классическим моделям в черном исполнении. Данная расцветка просто достигается за счет нанесения плотной краски на металлическую поверхность бинокля. Из заметных отличий, которые сходу бросаются в глаза, я могу отметить лишь два. Во-первых, классические модели КОМС имеют на всех сочленениях между деталями корпуса достаточно большое количество герметизирующей смазки, которая практически сочится наружу. В данном же случае этой смазки очень мало, либо ее вообще практически нет, потому что глазом ее заметить не получается. Говорить о том, что данные бинокли менее герметизированы, чем классические черные приборы, я, друзья, не стану. Но если будет такая возможность, мы обязательно этот момент потестируем. Ну а второе отличие в резиновых наглазниках. Насколько я помню, последние модели БПЦ в классическом черном исполнении поставляются с плотными бакелитовыми наглазниками. Здесь же мы имеем дело с более мягким их вариантом. Таким образом, все бинокли КОМС-камуфляж доступны только в варианте с центральной фокусировкой. Напомним, что это, пожалуй, самая удобная и распространенная на сегодняшний день система, в которой резкость настраивается на левом и правом окуляре единовременно при помощи общего механизма. Такое решение позволяет без труда наблюдать как за статичными объектами, так и с комфортом следить за быстродвижущимися целями. Также хотелось бы отметить, что в варианте с обрезиненным покрытием и в варианте без центральной фокусировки модели КОМС-камуфляж не производятся. Но во всем остальном, друзья, бинокли КОМС-камуфляж — это все те же отличные традиционные полевые модели с использованием классических порропризм, наличием центральной фокусировки и надежным металлическим корпусом. За оптику здесь отвечает стекло марки БАК-4 с просветляющим покрытием, о степени которого мы можем судить по фиолетовым бликам на объективах и окулярах. Картинка ожидаемо будет на достаточно высоком качестве, друзья, но утверждать мы это сможем только после теста, который проведем обязательно чуть позже. На корпусе находится также вся необходимая информация о бинокле, ее увеличении, диаметр объектива, поле зрения и диапазон рабочих температур. А на правом окуляре традиционно мы найдем кольцо диоптринной постройки, которое необходимо в том случае, если у пользователя различные силы зрения на левом и правом глазу. Из минусов устройства корпуса можно отметить разве что отсутствие резьбы формата 1,4 дюйма для того, чтобы бинокли Комс можно было устанавливать на штатив, то есть наблюдение с ними возможно только с рук. В данной серии содержится все так же 4 варианта бинокля. Это модели 8х30, 10х40, 12х45 и 15х50. Напомним, что первое число в маркировке любого бинокля указывает нам на увеличение, а второе на диаметр объектива, то есть главные линзы в миллиметрах. Итак, бинокль 8х30 самый компактный, собственно, герой сегодняшнего выпуска. Имеет угол зрения 8,5 градусов. Друзья, очень внушительный показатель. Это по-настоящему обзорный хороший бинокль с широким углом, который в линейном эквиваленте равняется 150 метрам на 1000. В то же время разрешение у модели 8х30 самой скромной в линейке составляет 6 угловых секунд. То есть показать очень мелкие детали она в линейке сможет хуже всего. Минимальная дистанция фокусировки составляет 5 метров, ну а вес для металлического бинокля достаточно легкий, всего 620 грамм. Следующая модель BPC 10х40 имеет уже более узкий угол зрения 6,3 градуса или 114 метров на 1000 в линейном эквиваленте. И в то же время большее разрешение всего 4,7 угловых секунды. Данный бинокль является универсальным и подойдет для большого круга задач. Он имеет все еще неплохой угол обзора для обзорных наблюдений, в то же время увеличение достаточное и для наблюдения прицельного за сильно отдаленными объектами. Объективы имеют уже неплохую светосилу, в том числе для работы в сложных условиях, например в сумерках или тумане. Минимальная дистанция фокусировки составляет все так же 5 метров, ну а вес уже ожидаемо чуть больше, 750 грамм. Модель 12х45, угол зрения 5,2 градуса или 97 метров на 1000 в линейном эквиваленте. Разрешение опять же лучше, чем у предшественников, 4 угловых секунды. Данный прибор идеально подойдет уже для наблюдения за достаточно отдаленными объектами, находящимися на расстоянии 1-1,5 километра от наблюдателя. Минимальная дистанция фокусировки опять же всего 5 метров, ну а вес 850 грамм. Ну и старшая модель линейки 15х50. Угол зрения у него самый узкий, 4,37 градуса или 81 метр на 1000. При этом уже достаточно хорошие светосильные объективы диаметром 50 миллиметров, которые обеспечивают лучшее в линейке разрешение, всего 3,6 угловых секунд. Минимальная дистанция фокусировки составляет все так же 5 метров, ну а вес уже, друзья, самый большой 1 килограмм. Данный бинокль можно рекомендовать тем пользователям, которые ищут мощный прибор для наблюдения за сильно отдаленными объектами от 1,5 километров и выше от пользователя. Также прибор прекрасно подойдет и для астрономических наблюдений. Что интересно, друзья, модели 8х30, 10х40 и 12х45 могут поставляться в разных вариантах. С рубиновым покрытием на объективах, который вводит картинку в зеленый спектр для лучшего восприятия в условиях недостаточного освещения, а также с угломерной сеткой на окуляре, которая позволяет примерно определить расстояние до объекта, зная его габариты. Ну а вот модель 15х50 может быть только в базовой комплектации, то есть дополнительных этих функций, к сожалению, с ней производитель не предусмотрел. В комплекте с каждым биноклем Комс камуфляж мы обязательно найдем паспорт изделия со всеми необходимыми штампами, печатями и подписями, друзья. Это один из признаков неподдельного оригинального бинокля Комс. На нашем канале уже было несколько разоблачений на подделки с известного сайта Алиэкспресс. Обязательно переходите по ссылкам на экране или в описании под видео. Я думаю, вам будет интересно. Также в комплекте мы найдем ремешок для ношения бинокля на плече или шее. Душки для его продевания находятся с обратной стороны корпуса. Ну и, друзья, конечно же, чехол для переноски и длительного хранения. Кстати, этот чехол несколько отличается от того, что идет к черным моделям Комс ВПЦ. Там чехол из кожзама на молнии, здесь же из плотного тканевого материала. На пластиковом карабине. Но, друзья, тем не менее, чехол достаточно качественный. Ремешок у него широкий и длинный. Отлично можно носить как на плече, так и на шее. А теперь перейдем к тестированию. Посмотрим, отличается ли картинка у моделей камуфляж от традиционных моделей Комс. Поехали. Итак, перед вами изображение из окуляра бинокля Комс ВПЦ 8х30 камуфляж. Область, за которой мы наблюдаем, находится на расстоянии 3,3 км от нас. И за счет восьмикратного увеличения мы видим ее так, как если бы смотрели невооруженным глазом всего с 413 метров. Благодаря хорошей разрешающей способности прибора нам отлично видны пролетающие вдалеке стаи птиц, мелкие детали зданий и ландшафта. А кроме того, фирменная оптика Комс обеспечивает отличную цветопередачу, хотя и с небольшим уклоном желтый спектр, то есть изображение несколько желтит. Насыщенность яркости и контрастность картинки находятся также на высоком уровне. По краям поля зрения присутствует небольшая потеря резкости на совсем небольшой площади, однако в ходе теста камера добавила дополнительные искажения. Напомним, что выбранный способ съемки камеры телефона через окуляр несколько ухудшает общие качества картинки и при непосредственном наблюдении результат будет, конечно же, выше. А так выглядит данная область с нашей позицией без увеличения. Потестируем прибор на объектах поближе. Данная остановка располагается в 300 метрах от нас, а 8-кратное увеличение бинокля визуально приближает ее к нам до расстояния всего 37,5 метров. Как вы можете видеть, изображение все такое же насыщенное, светлое и детализированное. При визуальном наблюдении хорошо различимы крупные надписи на зданиях и табло автобусов, автомобильные номера, лица и жесты людей, мелкие городские птицы и так далее. В целом же изображение абсолютно ничем не отличается от того, что предлагают классические черные бинокли Байгыш БПЦ. А так выглядит остановка с нашей позицией без увеличения. Это все та же отличная оптика, все тоже отличное качество сборки. Единственное, друзья, что немножко расстроило, это отсутствие герметика, ну или по крайней мере его очень малое количество на некоторых стыках. Мы с вами привыкли, что в биноклях Комс, друзья, на чем-на чем, а на герметике точно не жалеют. Он практически сочится изо всех всчленений данных моделей. Ну а в целом, друзья, если вам нужен прибор, который будет надежно замаскирован при наблюдении в траве или в каких-то лесных условиях, то Комс Камуфляж это то, что вы ищете. Друзья, я надеюсь, вам было интересно. Обязательно ставьте лайки, не забывайте подписываться на наш канал и нажмите на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. А их, друзья, обещаю, будет еще очень и очень много, все они будут интересны. Если у вас остались какие-то пожелания по тематикам будущих видео, или вы просто хотите задать вопрос, обязательно все это оставляйте в комментариях. Давайте общаться и делиться информацией. Также не забывайте, что в описании под видео, друзья, вас ждет промокод на скидку в нашем магазине. Покупайте оптическую технику с интернет-магазином AppServer по самым выгодным ценам. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok